итак доброго времени суток друзья сегодня решил зайти поиграть на один из проектов на который когда-то делал обзор а это смотра рейдж сам проект мне в принципе понравился поэтому и решил на него в общем-то зайти поиграть но классифицировать данный проект я даже не знаю сами они себя классифицируют ну вот как сейчас на экране это rpg проект не rp а rpg поэтому он немножко отличается от того что мы привыкли видеть ну и в общем то вот здесь в этом описание все написано но тем не менее это не мешает зайти сюда и действительно расслабиться как это написано в и вот включаем пассивный режим и в общем то нам теперь ничего не страшно нас невозможно сбить убить и тому подобное не знаю хорошо это или плохо кому-то нравится на кому-то нет мне принципе для того что просто зайти поиграть это вполне подходит еще одна интересная фишка которая мне вот например нравится не знает уже опять отношения по рп это не по рп ну так серверами на не называется роли плея именно роли play game но в общем вот такая вот фишка можно себе подкидывать машину в любое место то есть опять же таки если относиться к тому что это не реалистично там или еще может быть не реалистично но зато это не мешает мне в общем-то наслаждаться игрой и как на многих проектах я все время вот отмечал в своих видео что но проблема с транспортом всегда проблема с транспортом тебе нужно куда-то бежать что-то там оплачивать где-то доставать свою машину в гараже или не в гараже или еще где-нибудь но здесь вот просто нажал одну кнопку и все это на колесах в общем то мне вот это подходит действительно из-за того что я зашел и просто хочу поиграть вот такая система мне вполне подходит ну а сейчас мне пришло сообщение что баланс моего дома у меня здесь был куплен дом правда я уже не помню когда так вот баланс моего дома подходит к нулю то есть у меня его могут не сейчас может в ближайшие часы его вообще отнять поэтому надо поехать и заплатить домик у меня куплен ну может сказать в центре карты вот он отмечен дешманский конечно же брал я его исходя из того что здесь есть магазин банкомат магазина здесь так в общем-то на этом проекте магазины не нужны потому что питание жажды здесь нету но зато есть бесплатный транспорт на всякий случай но и медики здесь у меня как бы под боком хотя тоже для чего здесь медики бог узнает но из пассивного режима можно выйти и . как бы тогда тебя могут избить и убить в общем-то дело все за тем кто играет хочет он играть пассивном режиме или нет дело каждого ну и пока еду до своего дома хотелось бы сказать что вот я купил такую девятку наверное сейчас я ее буду менять потому что несмотря на мою любовь к отечественному транспорту ну а я действительно на практически всех проектах которые хожу обозреваю всегда покупаю ну стараюсь купить если они есть продажи отечественным транспортом ну потому что он близок вот у меня в жизни была именно вот такая вот восьмерина такого же цвета как я ее здесь сделал с такой же низкой приборкой но к сожалению на этом проекте эта машина ну просто катастрофически плохая она абсолютно не разгоняется хотя я уже и мотор туда поставил какой-то ну так скажем не последний и повороты у нее ну просто я не знаю что за характеристики ей прописали в общем ездить на ней крайне вот я сейчас наверно в этот поворот и не впишусь даже нет вписываюсь вписываюсь нет нет вот она не поворачивает абсолютно и это конечно немножко удручает как я уже сказал несмотря на то что мне нравится отечественный транспорт и вообще приветствую всегда когда он на проектах есть я всегда его покупаю но вот этой машинке девятки прописаны отвратительные характеристики просто отвратительно ездить на ней такое себе удовольствие у меня есть еще одна машинка копейка но она не заправлена сейчас мне надо будет решить вопрос заправкой той машины надо сказать что топливо здесь кончается достаточно быстро в машинах и в дальнейшем я наверно буду ездить на копейки а может быть здесь еще есть ряд наших отечественных машин может быть поедем посмотрим какую-то еще машинку я вот тут видел последний раз когда заходил было дни во вот может быть него есть смысл купить потому что ну девятку конечно испоганили вот этими характеристиками дурацкими абсолютно но вот кстати мой дом ну такой себе доме конечно но какой есть в общем-то оплата здесь происходит прямо через вот непосредственно дом сейчас мы вот таким вот путем видите войти в гараж так настройка доступа баланс налоги вот выбираем и вот у меня минус 215 тысяч то ли ну что блин налог 5 тысяч в сутки конкретно здесь так у меня всего 20000 собой да давайте все 20 и положим только я думаю это да это не особо мне помогло и я положил почему-то не 20 а 2 так еще 2 попробуем разочек нифига себе так это меня в долги вогнали пока я здесь не был да наверное дом то у меня сгорит потому что да у меня нет таких денег таких денежков у меня нету даже на счету ну ладно наверное с домом придется распрощаться потому что но не знаю пока мне чуть нет желания фармить просто хотела зайти погонять здесь посмотреть что-нибудь надо на самом деле поменять машину и меняется на тоже очень просто так восьмерку убрать а копейку достать вот она копеечка опять же таки покрашена в тот цвет который у меня когда-то была такая же копейка у бензина вообще на нуле так что погнали быстренько заправлять ее ну и надо сказать что копейка то ведет себя поинтереснее а вот и заправка кстати да что-то я далеко поставил это даже не заметил так до полного бака ага до полного бака как я заправлю до полного бака если только что все деньги слил а значит пока что мне заправить ее не удастся сейчас мы быстренько их банкомату надо снять я не помню сколько у меня здесь денег то наверное можно как-то посмотреть через телефон ох 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 ну вот копейки прописаны более о таксичных ездит можно кстати говоря на такси поработать мы сейчас посмотрим про рабочие занятия тоже есть тут о чем поговорить наверное сейчас об этом и поговорим так у меня в банке сто пятнадцать тысяч на этого не хватит мне даже чтобы перекрыть долг по жилплощади моей поэтому наверное нету и смысла никакого так давайте снимем допустим не знаю восемьдесят тысяч вот кстати у меня уже такой баг случился не снимаются деньги вот это у меня уже такое было здесь и все теперь банкомат не работает никаким образом и деньги не снялись и банкомат не работает все такой баг у меня был когда я еще делал обзор на этот проект но я думал пофиксить уже но нет как бы нет здесь авто срабатывание триггера стоит то есть просто заходим в триггер и должно быть это срабатывание а его не происходит и вот хрен его значит теперь делать ближайший банкомат овощи же здесь нету даже ближайший банкомат это рядом а вот есть и вот это то что касаемо и работы и в общем то вот этого бага а поговорить то как раз хотелось о том что проект уже существует приличное время развитие у него очень и очень слабое вот как видите и баги как-то и дну не фиксятся ой-ой-ой и баги не фиксится и если говорить о рабочих занятиях которые представлены на этом проекте а их надо сказать всего три работа в такси работа на винограднике вот кстати наверно машина ей да нет не она так вот работа на винограднике работа в такси и работа в авиации все больше ничего нету так ну вот еще один банкомат попробуем здесь а туда же два банкома какой-нибудь из этих триггеров сработает не работает не работает ну все я так понимаю что мне надо перезаходить потому что вот на обзоре как раз у меня такая ситуация сложилась но я ее не озвучивал эту ситуацию надеялся на то что как-то это разрешится ну вот вот опять повторяется и это уже прошло столько времени ничего не меняется то есть но все мне надо перезаходить вот с этому с этого места о нормально да что это было сейчас интересно странная штука странная убираем машину ну что ж надо перезаходить ну и так перезашел посмотрим заработает ли теперь да теперь заработал снять наличные ну и надо наверно снимать все потому что если еще раз баганется то я уж не знаю что и дело так снять он сработал в этот раз все извлекаем карту еще одна полезная фишка вот этого проекта то что если вот как у меня в копейке кончился кончилось топлива не надо бегать по магазинам я уже сказал что магазины здесь в общем то так они условные просто подходим на заправку и опять вызываем сюда машину и все сейчас мы можем заправиться ну и теперь наверное можно написать до полного 12 600 ни хрена себе все заправились ну а остановился то я на том что мой проект очень слабо развивается я бы сказал вообще нисколько не развивается с того момента как я здесь побывал так например здесь рабочие занятия обозначены вот такими вот сумочками дипломатиками ну и вот первое рабочее занятие как я говорил авиационная следующая по моему это такси да да это работа такси и еще одну это вот сбор винограда ну тут два чемодана нарисовано работа в принципе 1 1 чемоданчик это сбор винограда второй чемоданчик это развозка винограда в общем то принципе одна и та же работа и все вот с того момента как я здесь побывал а это было судя по всему очень давно ничего больше не прибавилось больше нет никаких рабочих занятий то есть ну вот я бы сказал ты скучно это реально скучно что это у нас такой автосалон mercedes-benz ну здорово что распределен распределено там магазины по маркам бмв салон это что такое у нас красное элитных авто так конечно здорово но вот очень и очень мало этих рабочих занятий такое точь ощущение складывается что разработчики как-то подзабили на проект есть кстати такой вот как бы сказать разбаланс что ли посмотрите сколько в центре города банкоматов видите вот эти зеленые точечки вот это банкоматы да и если взять например вот эту часть то их здесь вообще практически нету а здесь кстати есть рабочие занятия тут есть такие но ключевые точки а банкоматов очень мало зато в центре города их вон сколько напичкали очень много кстати что у нас такое станция чип-тюнинга ну понятно но рабочих занятий крайне крайне мало очень мало я вам очень рассчитывал на то что их здесь добавят потому как но так как это rpg в общем то рабочие занятия здесь но если не ключевое то ну такое значение то имеется весомое так что приходит сообщение официальный донат про донат не забываем да про донат не забываем ну и наверное поедем посмотрим на одну из представленных работ которую я тоже в принципе то и показывал в своем обзоре работа таксиста а почему в общем то работу таксиста да наверно потому что в обзоре то я ее показывал но после моего обзора я видел сообщение о том что ее немножко переделали ну заодно и посмотрим как ее переделали работа таксиста на этом проекте мне принципе понравилось когда я еще показывал потому что она такая совокупность вызова и игроков и игроки в общем могут вызывать эти такси но если нет выбора от игроков ну не вызывает никто например да такси то можно возить ботов то есть тут в телефоне есть приложение вот вы видите такси вот можно вызвать такси но если нету никого ну если нету выбор да никто не вызывает таксиста и на большинстве проектов из-за этого таксиста в общем-то и страдает что если нету никто не вызывает то и работать там не интересно скучно ну вот здесь можно было по крайней мере раньше можно было возить ботов сейчас мы посмотрим что-то изменилось в этой работе или не изменилось так ну и вот мы уже подъезжаю эти кстати автоматически включился пассивный режим когда я въехал зеленую зону но я его могу принципе пассивный режим включать в любой момент пошли устраиваться сначала надо уволиться с той работы окей увольняемся до уволиться я успешно уволился до устроиться ну и теперь опять достаем планшет рабочий так начать рабочую смену уволиться с работы вот у меня даже есть какой-то прокачано что-то таксопарк смотри рейдж приветствует вас водитель удачи на дорогах нифига себе прикольно прикольно так теперь бы еще вспомнить как здесь работает по моему опять надо нажать планшет так вот у нас выскочил активные заказы но здесь я не знаю как-то помечено от игрока это они да вот написано бот-бот-бот-бот-бот да вот а если будет игрок какой-то то тут его будет то ли никнейм то ли его айди этого игрока ну а дальше выбираем вот есть например 6 600 да он за десятку вообще есть ну-ка берем и все видите автоматически проложился маршрут машинка кстати тоже прикольная смотрите заиграла музыка его начала колбасить прикольно есть если очень много интересных фишек в этом на этом проекте и машина например тоже можно отнести к этим же фишкам видите такая нестандартная красивая машинка уникальный я бы так сказал skoda octavia видите на русском языке написано но вообще кстати говоря здесь валюта вот в правом верхнем углу можете посмотреть валюта выбрана рубли что-то кстати вот как-то рябит приборная панелька очень сильно рябит вот и кстати появился бот да и на обзоре я говорил что боты мы в одной куче все стояли такие кучи из ботов из них там из этой кучи торчат руки-ноги посмотрим сейчас исправили или нет но очень неприятно сделано приборная панель сама модель таксишки skoda сделано охрененно здорово детализировано а вот внутри как-то ну не неприятно какая-то рябь неприятно так ну вот мы уже подъехали до и ботов исправили во-первых не было вот этого круга раньше и стояла огромная куча ботов и там руки-ноги хрен пойми не все переливались давайте-ка посмотрим что сейчас произойдет так вот она идет прикольно прикольно ваша поездка началась смотр рейдж такси заботится о вашей безопасности пристегните ремень нажав кнопку 6 вот так вот не ну здорово я говорю вот на этом проекте есть интересные такие штуки прикольные но почему-то проект очень слабо развивается очень слабо но надо отметить что баг с ботами все-таки поправили потому что я вот ну можете посмотреть сейчас вот здесь будет ссылочка на этот проект я делал обзор и там заботами вну уже есть была полная все исправили все-таки значит не до конца заброшен проект что-то делается но делается очень вяло и еще одна из фишек этого проекта это тут всем машинам прописано не знаю как это назвать не скольжение наверное а сцепление с дорогой очень слабая поэтому любая машина очень очень хорошо уходит в занос ну и для этого здесь есть шкала дрифта ну такое наверное себе не знаю в принципе я хвалил это потому что ну вот на рабочем занятии это прикольно едешь себе спокойненько дрифтуешь так вот мы заработали 10 120 рублей а вот как ну вот как еще на моем обзоре бот видите просто исчезает а жаль было бы здорово если бы он выходил но вот это не сделали к сожалению а может быть и не хотят этого делать может нет такой анимации не знаю но вот я говорил еще в прошлый раз что вот такая вот интересная задумка бот идет к тебе к машине садится а вот когда его привозишь он к сожалению просто исчезает ну давайте выберем еще один какой-нибудь заказик тоже вот на 10 500 о 14 есть даже принимаем так ехать нам за ним 3 700 в общем то не так далеко я бы сказал это недалеко три километра ну вот и следующий наш клиент стоит посмотрим на каком расстоянии она подойдет ко мне ну расстояние что приличное вот видео прикольно да когда клиент идет машине вот если бы еще точно так же она уходила но думаю вообще цены в этой работе не было ваша поездка началась смотр рейдж такси заботится о вашей безопасности пристегните ремень нажав кнопку 6 а вот это уже лишняя честно говоря я думаю что вот одного раза вполне бы хватило не обязательно рассказывать каждый раз когда мы клиент садится вот это вот диалог на самом деле под надоедает очень быстро вот тут очень много как и вот так на нормально разбил морду вот и к и говорил что сейчас мои быстренько раз цифру 1 нажимаем и все машина целая так вот не знаю хорошо это или плохо да это не рп это рпг можно на это отсылаться но мне кажется что все таки вот ремонт машины одной кнопкой ну хрен его знает такое себе решение тогда вообще нет никакого смысла в общем то ну остается только один фарм то есть вот зашел на проект и все и фармишь 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 но в общем то никакого взаимодействия с другими игроками то тебе даже и не нужно видите как здесь все дрифтует это вот из-за того что прописано такое слабое скольжение с дорогой и вот это интересно на самом деле интересно потому что вот работая на виноградники и ловишь себя на мысли что если ездить без дрифта то вообще становится не интересно настолько ты быстро привыкаешь к тому что машина дрифтует что уже не интересно просто по прямой ездить а вот кстати таксишка дрифтует очень хреновенько но насколько я знаю вообще эта модель полноприводная должна быть может быть из-за этого она так хреново дрифтует а вот машинка которая развозит виноград тут они иногда попадают такие белые каблучки вот тот дрифтует по полной он заднеприводный ну и добрались мы уже до места и она сейчас просто исчезнет да да просто исчезну жаль жаль конечно что она просто исчезает жаль и еще что я заметил в рабочих машинах не исчезает топливо то есть не кончается топливо можно гонять наверно до посинения если у вас есть часов 6 то можете просто гонять 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 но мы еще кстати находимся рядом с магазином отечественной техники вот так вот он выглядит видите магазин лада все дела там путину сидит ну не сам путина его портрет путина давайте здесь бросим машинку такой прикольный магазинчик давайте посмотрим что есть еще интересного но интересного то на самом деле ничего-то я особо много-то не вижу по-моему все то то же самое что и было так копейку я показывал и вот я еще в этом самом в обзоре говорил видите как быстро крутится надо бы поплавнее сделать но ничего не делается очень резко очень резко прямо вот трешку помню показывал тогда что у нас пятерка не помню пятерку не помню показывал не показывал ну я уже дал ссылочку на обзор можно посмотреть так но восьмерка есть я на ней ездил приора приора по-моему было до приора было по моему так менюшка на самом деле такая замысловатая так веста веста тоже по моему было и днива вот не вы точно не было на обзоре точно и не было вот я ее бы хотел купить сколько она хоть стоит 740 тысяч нет я ее не куплю хотел бы но не куплю мне на очень резко например выбор цвета кузова очень мелко стать написано так нет самый у меня не было поэтому выберем наверно какой-нибудь темно-красный наверно так вот она него уже видео номера все 30 регион телепортируем и вуаля вот она наша него цвет салона к сожалению не поменялся но моделька прикольная мощь прикольная моделька и колесики такие прикольные подогрев задних лопушки стекла хлопушки прикольно сделано и модельки красивые модельки красивые ну вот а внутри то конечно так себе я бы сказал девяти нам было гораздо лучше сделано это так так себе не знаю даже не нравится мне как она внутри сделано некрасивая внутри в общем некрасиво снаружи охрененно сделано внутри так себе девятина даже копейка мне больше понравилось чем вот это ладно чушь можно теперь загнать ее в какой-нибудь ателье девятина кстати у меня уже тюнингованная ездила 180 а этот с магазина уже 170 носится не ну вот снаружи моделька сделана охрененно красиво все сделано а внутри так себе ну и управляемость но управляемость машин тут вот видите это наверно для дрифта сделано чтобы ты на любой машине мог подрифтовать потому что управление у всех машин ну такое я бы сказал на любителя они все дрифтуют и у всех плохое сцепление с дорогой но вместо ателье как вы можете заметить все то же самое в общем-то как на любом проекте все здесь ничего новенького давайте посмотрим чуть можно сделать что за перенос такой сейчас случился я не понял а вот это кстати выполнено круто посмотрите как это сделано охренеть здорово здорово я чего-то вот этого не помню по-моему я этого не показывал так доп оборудования оставим пока доп оборудования это чем занимается двигатель и трансмиссия вот к нему мы подойдем как здорово сделано да так улучшение двигателя 118 тысяч двигатель 3 уровня вот его и поставим добавить точно мы не сразу сначала в корзину добавляем да я так понимаю так назад что у нас через турбины турбины так заказ а вот накапливается то что я на себе выбрал потому-то если в деньги не уложился да то можно выбирать из заказ снаряда прикольно сделано слушать это прикольно так улучшение коробки передач максимал куда-да вот все появилось здесь и общая сумма уже вот накапывал 250 тысяч прикольно сделано прикольно вообще так тормоза придумал трус поэтому не будем это делать сохранить и оплатить так есть с этим разобрались следующий у нас малярные работы так но тут я не знаю что малярные так материала покраски кузова эксклюзивный хром но пускай будет вот так вот бэмс добавим фига я бабки трачу блин так вот она машина чего изменилась походу в салоне нихрена не изменилась и второй цвет я отдал просто так деньги тут что у нас колеса и подвеска но колеса мне эти нравится колеса и так прикольные так по подвеске то есть что там нафиг сразу же максималку бамс так и вот и в этого мы еще не были дополнительное оборудование что-то человек какой-то контуженный по-моему на рояле играет да фига его торчит нормально торчков набрали блин по объявлению так тюнинг стекол ну а надо ли вот так вот хватит добавить так назад все он еще делать ксеноны пускай будут чем так и все и и нафиг ну все я у всех побывал прокачал внутри походу ничего не поменялось да я так понимаю но стали почему так ада красная она у меня и была короче деньги на интерьер зря потратил потому что ничего здесь не поменялось хотя цвета я выбирал но снаружи просто стала вот такая она ну а по скорости ничего не изменилось как было 170 так она и есть 170 в общем то и двигатель зря ставил вообще на весь тюнинг кроме покраски по моему зря деньги выбросил ну и вот смотрите деформация не ну есть деформация все-таки кузова но слабенько слабенько сделаем деформация хотя как я и сказал на этом проекте в общем то это не играет никакого смысла нажимаешь цифру 1 все машинка у тебя уже новенькая я кстати когда делал обзор этого проекта я был уверен что это админская тема ее скорее всего уберут потому что ну как бы не особо как-то честно или интересно когда тебе машину раз нажал она целая но это rpg они как бы тут немножко другой сервер другая игра и мы кстати подъехали на то место где начинают все новички да и не только новички в общем то здесь многие сидят и играют вот эти самые таблички который выскакивает уже достала на самом деле раз наверно 100 уже выскочила с рекламой вконтакте с рекламой сайта но как-то надо тоже меру наверно в этом узнать он постоянно каждые на 10 минут перебим 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 блин так вот отсюда вот этого места все и начинают это так сказать начальная работа но тут вообще нет начальной работы можешь начинать с любой с какой захочешь но если у тебя есть права вот поехал дрифтовать человечек так мы убираем нашу кстати цвета все-таки второй есть бордовый какой-то вот если вот так смотреть то видно что есть второй цвет просто его не всегда видно ну и в целом если сказать зашел поиграть сюда проект это мне нравится он прикольный такой он такой лайтовый в общем-то не напряжный если вы знаете это когда настроение вам не хочется ни с кем общаться просто хочется поиграть вот гташку именно именно вот по ностальгировать так сказать на гташной механике прикольно прикольно интересно сделано много всяких интересных фишек которые я бы кстати позаимствовал если бы имел свой какой-то проект действительно очень много интересного чтобы хотелось увидеть и на других проектах в принципе упираешься в то что в общем то он для фарма вот заходишь фармишь нет тут есть банды то есть можно покупать какие-то химические лаборатории но этого я не показывал потому что это надо углубляться глубоко куда-то напрашиваться в банду там и смотреть это уже изнутри поэтому я это даже в обзоре не показывал это уж кто захочет тот сам тому ищет себе банду или что я показываю все время то что с чем вы столкнетесь когда зайдете на данный проект ну и вот этот проект он такой вот легкий rpg то видите можно включить пассивный режим и вообще вам на все по барабану здесь нет питания здесь в общем то нет никакой медицины но медицина то есть наверное если уж совсем умрете то в госпитале появитесь хотя я не видел госпиталь есть но я туда не обращался проекте к легенький простой хочется иногда просто погонять чтобы тебе никто не беспокоил никто не прерывал твой геймплей а здесь для этого есть в общем то все условия не хочешь ни с кем разговаривать не хочешь ни с кем связываться да пожалуйста включил пассивный режим и их и езди гуляй себе и занимайся чем-то своим и на этом проекте есть еще одна интересная фишка которую так как здесь теперь все пассивном режиме я не смогу показать интересная фишка в том что если вы просто так кого-то собьете как я показывал да там не мог я пиццу довести ну и просто вот люди идешь по дороге он видно что он просто меняет траекторию и едет специально чтобы тебя сбить просто вот чтоб насрать кому-то и к сожалению таких игроков очень много то здесь за такое тебя сразу же автоматом кидает в тюрьму ну вот я хотел показать думаю даже пожертвую своими там на пять минут всего кидает в тюрьму но тем не менее я бы пожертвовал пятью минутами но все в пассивном режиме поэтому теперь это показать будет сложно на обзоре я несколько раз попадал в тюрьму не специально просто из-за рассинхрона проезжая мимо человека который едет на машине из-за рассинхрона игра думает что я его сбил а я его не сбивал но и вот таким вот образом попадал в тюрьму жаль только что этот сервер заставляет так много фармить и вогнал меня в долги пока меня здесь не было ну ладно если еще захочу сюда зайти в общем-то какой-то капитал и машина у меня есть на этом наверное все вон кстати говоря полетел самолетик человек работает авиационной компании на летает просто по точкам ладно на это наверно будем закругляться спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго спасибо за просмотр спасибо спасибо